Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Наконец-то у меня получилось зайти в эту игру. Так, давай-ка мы наверное отправим. Полетел, полетел за железом, довольный. Так, что у нас тут еще есть? Так, беззубик. Беззубик, что ты мне дашь? Ну конечно тебе проще дать. Тысячу тусклого янтаря. Кто, блин, сомневался в этом? Что там тут? Рыбку. Рыбку 60 миллионов. Ну давай, наверное, сразу же его следующее приключение отправим. Чтобы он тут не засиживался, да? Здесь отказываемся. О, вот это я возьму и вот это я тоже возьму. Как говорится, по дешевке. Так, Громгильда, ты у меня прокачиваться будешь титаном, в конце концов? Ты смотришь? А они у нас специально, что ли? Я не удивлюсь, если будет вот такая маленькая щелка и она там уместится, блин. Ну-ка, что тут у нас? Ага, 84 тусклого янтаря. Не обращай внимания, бесплатно. Сарделька. Что нам тут дашь? Так, 4 руны. Кстати, музыка поменялась. И если честно, ребята, мне больше нравится, как в игре здесь зима. Все так светло. Когда лето, как-то темно, да? А вот тут смотри, как светло у нас все. Как красиво. Мне нравится. Зимушка. И музыка, и музыка, ребята. Музыка, да, такая прикольная, спокойная, хорошая музычка играет. Так, 95 уровень. Ну что, давай мы тебя, парень, еще прокачаем. Совсем маленько не хватило, да? Совсем децел не хватило, чтобы тебя прокачать. Хотя, ты знаешь, наверное, все-таки хватит. Опа. Так, пускай летит, обращается. Ребята, 97 уровень. Там и соточка, как говорится, уже не за горами. Так, лети за древесиной. Так, ты давай тоже за древесиной. Ты за рыбой полетишь. Вперед. Так, тут забрать. Опять он свои эти мячки нам выдает. Здесь. О, 111 уровень, друзья мои, 111 уровень. Блин, чуть-чуть не хватает рыбы. Ну-ка. Все равно еще чуть-чуть не хватает. Пускай летит. Этот нам дает древесину. 230 миллионов. Неплохо, кстати, 230 миллионов древесины. Ну да. Совсем неплохо. Так, этих мы отправляем. 22 миллиона. Так, ты кваброн, ты будешь меня прокачиваться? Не, ну этот-то понятно, ребят. Какая там легендарная карта будет тебе сейчас, ага, прокачиваться? Он будет понемножку, понемножку тянуть, как говорится, кота за одно место. Лишь бы только не переходить в титаны. Я не знаю, почему им не нравится переходить в титаны. Это же так здоровски. Это же так круто. Ты получаешь усиление. Ты можешь дальше прокачиваться. Нет, почему-то они не хотят. Категорически. Дело их, конечно. Так, мы с тобой получили шанс взять награду. Зимняя пастьба. О, это овечки? Маленькие овечки? Кто-то мне говорил, Леня, наведи порядок у тебя. Ребят, в чем у меня беспорядок? Объясните мне. У меня все здесь шикарно. Ага. Все. 112 уровень. Еще один, ребята, дракон у нас. Появился. 112 уровня. Сколько нам еще надо? Блин, я не помню. Ну что, ну... Я уже думал, зависла. Она может, ребят, зависнуть. Потому что я сегодня обновлял. Я запарился, если честно. Заходить в игру. Так, я не буду рекламной пока смотреть. Так, давай сюда все это заберем у него. И отправим его дальше на поиски. Ну что, вроде бы тут как все. Да? По-моему, да. Хотя нет, не все. Стоят, как неприкаянные. Так, а я что, никому не могу даже никакой прокачки сделать? Ну, древесину мне некуда потратить, покинь. Давай. По минималке. Так, 81 уровень здесь, кстати. Вот, пускай летит, обучается. Мне бы лишь бы кого-нибудь отправить на обучение. Да и заодно подзабить там. Все, что есть. Так-с. Ну, здесь вроде бы все, ребят. Так, события. Так, подожди секундочку. Давай-ка вот здесь вот. Найти снеговика. Где он там? Вот он. Ну, понятно, снеговика нам уже не открыть. Ох, е-мое. Подготовка размещения охотников. Слушай, ну вот это событие можем мы сразу. За сегодня, я думаю, пройдем. Прямо за сейчас. Так, барсы вепли, шторморез и кривоклык. Старая добрая моя команда. Думаю, сейчас в хлам разнесем. Так, две волны. Еще как раз под нас, ребят, прям под стать идет. Сейчас мы с ним будем разбираться. Так, здесь укус. Двойная атака. Маленький тоже укусик сделаем. Ну, тут понятно. Тут у него шансов, конечно же, нет. Что он тут сделает? Последняя волна. Ну, в принципе, что с этого? Давай с этого начнем. Тут уже не принципиально, как по мне. Они оба одинакового уровня. Уровня. И одинаковый, ну, класс одинаковый. Так что... Просто бомби, да и все. Бомби и не бойся. Вот и все, в принципе. Ну что, давай начнем крутить колесу. И посмотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам древесина с минимальным, блин, количеством. С минимальным количеством. Так, забираем. Пак загадочный, да, выпадает нам? Ну, как не выпадает, мы его просто забираем. Так, следующий поединок. А вот эту избушку, если мы с тобой выиграем, я не знаю, куда ее ставить. У меня уже, по-моему, на карте нет места. Нам нужно расширять территорию. Если честно. Причем, давным-давно надо было это делать. Но у нас вечная нехватка рун, поэтому как бы... Я понимаю, что нужно. Но где взять... Где взять ресурсы? Только лишь из-за них у нас все это дело стоит на месте. Так, а здесь сразу троих они решили поставить. Два кошмара у нас тут. Ух ты! Так, ну что, давай, наверное, бомбанем. Этого, наверное, уничтожим. Ах ты! Я думал, что сможет пробить наш, как говорится, кривоклик. Но не тот-то был. Этот еще берет усиление себе. А нам, наоборот, понижение на атаку. Давай вот так вот сделаю. Плюс отхил. И вот сюда укус. Нет, сейчас он, конечно, мочканет. Ну, никого здесь не убьет у нас. Хотя, хорошо он ударил. Тут уж не попишь ничего. Ну, очередное кольцо крутанули. Забрали. Ну, опять древесина и опять с наименьшим количеством. Так, дополнительной попытки нету. И забираем с тобой аренский пак. Он, по-моему, сейчас сразу же тут и откроется. Содержит элитных. Плюс пять. Так, шипорез. Громоль. Ужасные чудовища. Звездрык. Вот эти вот Звездрык и тому подобное. Где, ребята, взять нового дракона, который у нас появился? Помните, да? Такой вши... У него передние лапы, как косы. Такая вот. Серпы, косы. Я не знаю, как назвать. Очень... Оу, слушай, он зелень. Он зелень, поэтому на него... Вот так вот есть только. Кривокных, в принципе, может. Нет, но есть, и мы сейчас делаем вот так вот дебаф. Какой бы он сильный ни был, он все равно, ребят, начнет потихонечку расползаться по швам. А этот не удержался, все-таки бомбанул фаерболом, да? Ужасно, чудовище бомбануло. На тебе. Здесь сразу же, ребята, отхил, потому что барсика нужно выручать. И поехали. Так, на четырех, по-моему, он, ребята, делает мощный трехзалповый фаербол. Ну, мы этого не увидим. Не от него, по крайней мере. Зашибись. Опять он здесь. Слушайте, вы не приборзели ли так делать-то? Двоих сразу. Я не помню, чтобы в двух волнах был один и тот же дракон. Это несправедливо. Тем более, мощный дракон. Он жарит. Он жарит очень мощно. Ребята, если четыре энергии ему дать накопить, он бомбанет. Очень больно. Пламенем своим. Так, хорошо, что этот хотя бы тратит энергию, не давая возможности этому костануться. Это как бы для нас большой плюс. Барсику ничего особенного такого не сделал. Так, здесь мы уничтожаем. И как его звать-то? Это не прихвостик. Я уже не помню, как его величать-то. Как его величать по уму? На тебе, шмонька. Е! Расписали. Крутим еще разок колесу. И достается нам загадочный пак. Ну, не самый плохой вариант. В принципе, загадочный пак нормально. О! Плюс, ко всему прочему, мы с тобой забираем 150 рун. И сейчас, в данный момент, у нас будет поединок. Это проходящий будет бой. Плюс, конечно же, басяцкий. Я тебе скажу, это событие изичное. Музыки, как обычно, нету. Я уже привык, если честно. С одной стороны, да, никто не пожалуется на тебя за авторские права, за музыку. А такое есть. Я знаешь, что заметил? Вот за свое время я очень много, да, игр мобильных поснимал. И, например, те игры, которые раньше были без запрета, ну, как бы тебе объяснить, вот, музыка в них играет, да, ты спокойно ее выкладываешь, то через, там, года 3-4 появляется такая штука, что у тебя на канале, там, под запретом. Ты смотришь, а почему под запретом, а оказывается, автор в свое время, да, которого музыка была в играх бесплатно, да, он ее подключил, например, к какому-нибудь там медиа, там, какому-нибудь, ну, как тебе объяснить, к какой-нибудь компании, да, студийно-музыкальной, которая имеет на них права. И она сразу заявляет везде, где есть дубликаты, если эта музыка, как говорится, не авторская, то она идет под запрет сразу же. Вот частенько, кстати, этим любят они пренебрегать. Так что, вот тот же самый, далеко даже ходить не стоит, Redcoon, помнишь, мы играли с тобой в игру? Ничего не сулило, да, играл-играл, Stickman, Legacy тоже, музыка, которая там играет, она теперь запрещена. Не полностью, а именно определенный какой-то моментик там, 15-секундный проигрыш идет, вот он именно запрещен. По-дебильному вот это все, конечно, сделается, но оспорить ты это не сможешь, поверь мне. Будешь там писать, апелляцию давать, тебе скажут, нет, парень, он имеет полные права и что хочет, то и делает. Либо удаляй, либо, извини, твой контент будет оштрафован. Ну, как-то вот так вот. А когда нет музыки, спокойно, тишина. Так, слушай, мне надо, наверное, сейчас... А, нет, не добьем. Я думал, что мы сможем добить. Вот, все, прекрасно. Ну что, крутим колесо, забираем с тобой... Вот, вот это я понимаю, 262 миллиона рыбы. Вот это вот солидная, так сказать, да, сумма рыб. Ну что, а вот и босяцкие собственные персоны. Давай-ка посмотрим, что к чему и почему. Сколько здесь у нас? Ну, будет, наверное, две волны. Я так понимаю, да, две волны. Первая у нас проходная, состоящая из обычных, ребят, драконов. Начинаем, конечно же, бить с шепота смерти. Нельзя позволять ему тут раздухариться на трех энергиях. Иначе это будет фиаско. А он, кстати, по-моему, сейчас, ребята, успеет бомбануть. Да, он сейчас делает всю первую эту ульту. Повезло нам крупно. Не стал он ничего делать. Он ничего не стал делать, и поэтому я... Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. А здесь добьем вот так вот. Нам надо побольше хп, ребят. Я не знаю, как нам здесь сохранить побольше хп, если честно. Куда он? Так, слушай, а почему они так быстро нас разбирают? Я вот смотрю, что-то мы вообще, так вообще, как будто мы ватники какие-то. Нас просто фигачат здесь. Ты посмотри, а. И это мы еще до босса не дошли с тобой. А босс у нас будет именно сейчас. И это... Да, понятно. Тройной удар. Начнем, наверное, вот отсюда. Так, задебафим. Четыре энергии нельзя позволить ему, ребята, активировать, иначе он жарит. Сарделька. Так, сардельечка у нас промахнулась. Это хороший знак. Поехали. Я, наверное... Я, наверное, сделаю вот так вот. Это мера предосторожности, ребят. Надо было хильдутся, потому что... Кто знает, что от этого тройного удара можно ожидать? Какой бзик у него там очередной раз в голове произойдет? Что он решит сделать? В данный момент он просто ударил. И это хорошо. Ну вот. Давай-ка я, наверное, все-таки вот так вот сделаю. Заодно и хильнем наших драконов. Так-с. Понизил. Понизил мне защиту. Как ты видишь... Ну, нет, не очень хорошо. Я думаю, акцент он не будет ставить именно на шторморезе. Нет, он не стал ничего делать, ребят. Поэтому добиваем. Все. Это событие мы прошли. Ну что, крутим последнее наше колесо на сегодня. Так, мало-мало дали нам древесины. Ну, чем богаты, тем мы рады. И забираем с тобой наш главный приз. Это какой-то домик. Хижина викингов. Так, новые призы уже отправлены. Так, забираем. Изваяние. А, нет, смотри-ка, есть у меня, ребята. Местечко, куда я его... Ой, е-мое, извините. Куда я его мог поставить. Загадочный пак открываем. Так, монетки. Шторморез, шепот смерти, древоруб. Да что ж такое-то. Так, кашель еще какой-то пошел. Кашель с чего-то вдруг. Конечно, отказаться. Так, давай здесь посмотрим. Громоль, шепот смерти, экзотический шепот смерти. Ну, понятно, тут еще по мизеру ресурсов. Так, древесину мне забрать никак, потому что у меня уже полностью там руки завалены этой древесиной. Ага, у нас еще тут по-кареновски обычный. Шторморез. Громобой, изломный змеевик. Скудненько на самом деле. Просто скудненько. Замечательно. Так, ребята, я бы с превеликим, поверьте мне, удовольствием пошел бы проходить еще одно событие. Ой, прикольно смотрится. Пригунчик морозный наряд. Слушай, смотрится обалденно. Выживание. Блин, ребята, короткий, короткий этап. Но по шесть этих, как сказать тебе, по шесть атак. Ну, шесть волн, да? По шесть волн будет. Слушай, я не знаю, ребята. Если бы не на работу, бы с утра встывать. Сейчас уже просто на времени. Надо просто ложиться в банки. Давай попробуем по возможности завтра. Самое главное, чтобы не забыть. И не очень сильно устать. Ну, в этом никто мне гарантии не даст. Как я устану, не устану. В общем, сегодня главное, мы зашли. Главное, я отыграл хотя бы одно событие. Это уже для меня большой прогресс. А на этом все, ребятушки. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok